Танки ниже уровня Танки ниже уровня Танки ниже уровня И небольшую арту У танка добротное орудие С приемлемым пробитием 128 бронебойным И 177 подкалибером Урон небольшой 115 Точность посредственная Но зато имеется быстрое сведение Скажу честно Многие танки в этом рейтинге Будут подразумевать Что вы состоятельный гражданин Который может себе позволить Стрелять голдой, если это необходимо Дело в том, что я считаю Если вы ставите себе цель Поднять статистику То для этого все средства Хороши Поэтому экономить на голдовых снарядах Я не рекомендую Естественно, не обязательно пулять Во всех подкалиберами Но частое использование голды Позволяет увеличить набиваемый дамаг А значит, КПД будет выше На пятом месте Обосновался АМХ-12Т У танка есть барабан на 6 снарядов Правда, он не такой действенный Как у других французов Выше уровнем Тем не менее, небольшое преимущество Он дает, когда нужно Сконцентрировать нанесение урона На каком-то из противников Также явным преимуществом Является высокое пробитие Подкалиберным снарядом 202 И неплохое пробитие бронебойным 144 Средний урон составляет 135 Также орудие точное И недолго сводится Единственное, что стабилизация орудия Паршивая Но при этом у танка не лучшая Мощность двигателя И заурядная маневренность Если сравнивать с другими ЛТ Хотя не так все плохо Как может показаться Да, закрутить на АМХ-е порой Кого-то сложно Но для всего остального Скорости чаще всего хватает Обзор у танка годный 380 метров С просветленной оптикой Будет все прекрасно У АМХ-а малые габариты Маскировка удовлетворительная Поэтому пассивный свет Из него выходит великолепный К недостаткам можно отнести Плохие углы вертикальной наводки Часто на неровные местности Стрелять неудобно Небольшое количество снарядов Тоже существенный минус Действительно нередко Снаряды в затяжных боях Заканчиваются При неэффективном использовании Барабана вам придется Столкнуться с долгой перезарядкой И ДПМ в таком случае Сильно падает АМХ-12Т хорошо себя проявляет В роли поддержки Если враг отвлекся Или разрядился У вас будет время Нанести ему существенный урон И потом уйти С линии огня О броне АМХ Говорить не приходится Хотя иногда может повезти Но в большинстве случаев Приходится играть Предельно аккуратно На четвертое место Взгромоздился М-24 Чаффи Некоторые ЛТ пятого уровня Имеют неоспоримое преимущество Они попадают максимум На три уровня Выше себя Поэтому в большинстве случаев Можно хорошо влиять На исход боя Против шестых уровней Чаффи часто может Доминировать Над вражескими танками Так как против них Чаффи имеет массу преимуществ Но вот внизу списка Все менее радужней Дело в том Что орудие обладает Маломощным пробитием Всего-то 96 С бронебойным И 143 голдой Но зато есть Превосходный ДПМ В районе 1900 Также пушка Весьма точная И крайне быстро сводится Стабилизация Тоже заслуживает похвалы Обзор Чаффи Составляет 390 метров Что является рекордным значением Среди легких танков На пятом уровне Чаффи замечательно Может светить Как пассивно Так и активно На шестом и седьмом уровнях Наша ЛТ вообще Становится незаменимым Танком для разведки Приятно удивляет Возможность установки Стабилизатора И это на танк пятого уровня Ходовые качества Нашего ЛТ поражает Изумительная максимальная скорость В 77 км в час Превосходная динамика 25 лошадиных сил на тонну Удивная мощность двигателя Шикарная маневренность Танк очень быстро поворачивает Но у танка фактически нету брони Даже рикошета не спасает Ну и снарядов маловато будет Чаффи явно хороший танк Но для нагиба на нем Потребуется незаурядный скилл Итак на третьем месте Ёлка Многие читерные ЛТ пятого уровня Из игры уже выпилили Но этот танк По прежнему остался Откройте вот реплейс И отсортируйте на пятом уровне По дамагу среди ЛТ И вы увидите Как ёлка будет там на первых местах И это не просто так Ёлка для пятого уровня Необычайно сильна Но при этом уязвима Так как брони абсолютно нету ХП чрезвычайно мало Всего-то 400 Какой-нибудь ИС Спокойно может с одного выстрела Уничтожить нашу ЛТшку У ЛС АМХ Один из лучших в игре Коэффициент маскировки И это на пятом уровне Минимум мы попадаем к шестым уровням Максимум к восьмым В любом случае Ёлка это просто стелс-машина Засветить её иной раз Нетривиальная задача для врага А что этот танк творит Против слепых шестых уровней? В грамотных руках Это просто машина для нагиба Ёлку можно без преувеличения Назвать одним из лучших разведчиков в игре Свою задачу этот агрегат выполняет на отлично Кроме этого в наличии имеется потрясающее орудие С огромным уроном 240 Правда подводят невысокие ДПМ Всего 1200 В ближнем бою лучше не сталкиваться с другими легкими танками По ДПМу и ХП они без шансов вас разберут Но зато есть поразительное пробитие 170 бронебойным и 248 под калибром Да-да, ЛТ пятого уровня это изумительный показатель Орудие не шибко точное Сводится безмерно долго Но несмотря на все эти минусы Оно всё равно очень мощное Также у Ёлки самая большая в игре удельная мощность После БТ-2 Максимальная скорость 65 км в час И восхитительная манёвренность Ах да, из-за частичного поворота башни Играть поначалу будет некомфортно Но зато геймплей на Ёлке разительно отличается от многих других танков Второе место застолбил китайский премиум-дохкий танк Шестого уровня Тип-64 Играть я на нём начал недавно Но сразу танк меня обрадовал Чем-то танк напоминает старого Хеллкета И ещё не понерфленного Пробитие у танка небольшое 128 бронебойным и 177 голдой Но в принципе часто этого хватает Если действовать грамотно Средний урон 115 ДПМ высокий Почти 200 Точность плохая Но зато сводится пушка быстро У Тип-64 Великолепная максимальная скорость 72 км в час И хорошая динамика Быстрый поворот шасси Обзор составляет 390 метров Что вполне неплохо И как разведчик эта машина себя проявляет отлично УВН весьма достойная Минус 10 градусов Игра от рельефа хорошо получается Ещё одним важным преимуществом этого длёхкого танка Является хорошая маскировка Разумеется брони нету Кроме того нету крыши на башне Поэтому от арты может достаться очень больно Небольшой боекомплект может подвести вас в конце боя Ну а так очень даже хороший танк Первое место в топе занимает Т-37 В целом эта ветка получилась удачной И этот лёгкий танк конечно же не исключение Орудие Т-37 Наверное самое лучшее среди ЛТ 6 уровня Превосходное пробитие 150 бронебойным И 199 голдой Урон 115 Высокий ДПМ 2.100 Небольшой разброс 0.38 Быстрое сведение 1.9 Хорошая стабилизация По всем параметрам первоклассное орудие Обзор Т-37 составляет 390 метров Танк больше тяготеет к нанесению урона Но и подсветить может он достойно Наибольший запас прочности на уровне среди лёгких танков Поэтому в дуэли с другими ЛТ танк имеет значительное преимущество Прекрасные углы вертикальной наводки позволяют нам продуктивно играть на холмистых картах У танка отличная максимальная скорость 66 км в час Быстрый набор скорости Уместная манёвренность Из изъянов можно отметить большой размер Не лучшую маскировку среди ЛТ Полное отсутствие бронирования Переднее расположение боеукладки А также небольшой боекомплект Но в целом танк очень даже силён для 6 уровня Так что советую качайте и наслаждайтесь Ну и на этом всё, друзья Желаю вам всех благ Надеюсь, видео вам понравилось Не забывайте подписываться на канал Тем самым вы меня отблагодарите Если видео было вам интересным Ну и также ставьте лайки И делитесь видео в социальных сетях До скорых встреч С вами был Маракаси Пока Пока